Хотите что сказать украинцам? Сожалею о том, что происходит эта ситуация. Не будем смягчать, как вчера сказали, о том, что началась эта война. То, что нас здесь не ждали, мы пришли с оружием. Потому что часто, вот я слышал здесь от многих, что когда они общались, да даже я общался, вот меня в плен брали с 80-й бригады ДШБ, она местная, с Львовской. Это серьезно, пацаны, все говорят 80-й ДШБ. Отлично воюют ребята, правда? Не спорю, да. И помимо всего прочего, помимо то, что хорошо воюют, снаряжены, обучены, остались людьми. Спустя столько времени, то что они свидетели всей этой крови, разрушений, они сохранили человеческий облик, лицо, они спрятали меня в подвале, когда техника горела, чтобы не посекло осколками. Они спасли офицера нашего, которого посекло осколками от взрыва после прилета. Его перевязывали там чуть ли не всю ночь. За ним приехали медики. Нам все там, вода не вода, покурить не покурить. Никто, ну... Вадим, я тебе открою большой секрет. Украинцы вообще хорошие люди. Я не спорю. Это все то, что украинцев демонизируют, это все российские СМИ. Я тебе еще больше секрет открою, да? Мы уже несколько веков имеем проблемы с россиянами. Несколько веков. Если ты вернешься домой, если будет такое, ты просто почитай историю, что россияне сделали с моим народом. Как они запрещали... Ну, у нас здесь лекции проводили, да, то, что это... Это не лекция, это история. Эмский указ, Валуевский циркуляр, Голодомор. Что они с моим народом делали? А украинцы вообще они нормальные люди, очень нормальные. И ты сам говоришь, что они отлично к тебе относились. Русский, наверное, если бы ты был украинцем, попал к русским, я просто был бы... Не исключено, не спорю. Но, опять же, вот раз на раз не приходится, то есть не могу говорить за всех. Я попал в плен нормально. То есть несколько столетий россияне мой народ мучили просто. Когда мы берем вот левобережную Украину. Вот так исторически просто сложилось. И то, что они говорят лабуду всякую, притеснения русскоязычных и так далее, это вам разбираться со своими СМИ, не нам. Если у вас есть гордость к углу народа, то вы можете сказать нет. Но, походу, у вас этого нет. Россия нам нужен царь, а не холопы. Ну, система у нас налажена годами серьезная. Просто так же против нее тоже не пойдешь. В смысле, а вот украинцы пошли. Вот хотели сделать такую же систему, как в РСИ. Сорвался Майдан. Я даже не знаю, как это прокомментировать, почему у нас такого нет. Либо всех все устраивает, и они как бы живут тихо, мирно, не лезут в это вот. Ну, вот как я, я не поднимаю голову, не лезу в вопросы политики. Как бы это не моего ума дело. Вы сейчас политика большая. Просто муравей. Вы сейчас международной политики. Международной, планетарной. Вы сейчас политики. Вы делаете политику? Ну, возможно, но опять же, то есть формально как бы вот записано то, что это люди, суверенный как бы народ, там все. А на деле некоторые законы формируются независимо от желания там населения нашего. То есть... Вы же зашли добровольно, а вас никто не нес на носилках. В смысле? Вас в Украину никто не заносил на носилках привязанного. Вы же сами добровольно зашли. А, ну, то, что не на носилках, не спорю. А вот добровольно вопрос спорный уже такой. В смысле? То есть, если бы мне сразу сказали в части то, что, дружище, ты поедешь там туда-то, я бы оспаривал этот вопрос, потому что мне эта война неинтересна. Ну, потому что этот конфликт такой смутный. Он изначально был смутный, а тем более сейчас посмотрел. Для украинца он реальный, он не смутный. Нет, ну, это понятно. Он и в России реальный конфликт. То, что это война, то, что гибнут люди, солдаты, мирное население. То, что, в принципе, ничего в этом хорошего нет.